Наверняка каждый из вас хотел бы узнать, почему спустя какое-то время компьютер начинает работать медленнее и почему в ноутбуках проблемы с производительностью гораздо чаще, чем в системном блоке. В этом видео я расскажу об основных причинах медленной работы и снижения производительности компьютера, способов диагностики и как устранить большинство проблем в домашних условиях без обращения сервис на центр. Не забудь подписаться. Начинаем. Первая причина, которая может повлиять не только на производительность, но и на сроки работы компьютера в целом. Это несвоевременное техническое обслуживание и как следствие перегрев жизненно важных комплектующих. Длительное использование компьютера в состоянии перегрева гарантированно приведет к снижению производительности, а в дальнейшем и к более серьезному. Поэтому периодически необходимо выдувать пыль, производить замену термопасты и термопрокладок. Если с пылью все понятно, можно взять специальный баллончик с сжатым воздухом, поставить пылесос на выдув или использовать фен с холодным воздухом, то с термопастой есть нюанс. При выборе термопасты следует обратить внимание на ее теплопроводность. Чем выше теплопроводность, тем лучше, но соответственно и дороже. Следующий очень важный момент это нанесение. В интернете достаточно видео, где демонстрируют огромное количество очень забавных вариантов. Там и точки, там и кучки, и крестики, и змейки. В общем, кто во что гораст. На фоне всех этих шикарных советов, хотелось бы порекомендовать наносить пасту сниженкой. Но пока все-таки самый эффективный и простой способ это тонкий равномерный слой по всей охлаждаемой поверхности. При замене термопрокладок следует обратить внимание на теплопроводность и толщину. Наносить термопасту вместо термопрокладок и наоборот нельзя. Это может привести к очень печальным последствиям. Теперь я покажу как собственно определить перегрев и какой температурный диапазон считается нормой. Все ссылки на программы будут в описании. Перехожу в меню пуск программы WinPE. Выбираю третью категорию диагностика и запускаю программу Alida64. Перехожу в компьютер, выбираю датчики. Откроется окно со всеми температурными показателями в простое, без нагрузки. У вас список может быть другим, но основные компоненты точно будут присутствовать. Первый по списку – ЦП, то есть центральный процессор. Тормальная температура в простое должна быть в диапазоне 40-45 градусов, при максимальной нагрузке не более 80 градусов. Следующий показатель – это CPU package. Это датчик, определяющий температуру внутри самого процессора. И как правило, она должна быть на 1 градус выше, чем на поверхности. Следующие показатели до PCH должны быть такими же, как и у центрального процессора. Температура северного моста или по-другому Platform Controller Hub должна находиться в диапазоне от 35 до 70 градусов. Если наблюдается перегрев, очень рекомендую предпринять срочные меры. Этот компонент наиболее важен для работы материнской платы. Следующий параметр – диод GP. Это показания датчика графического процессора. В данном случае допустимый температурный режим может быть очень разным и будет правильным заглянуть в характеристики вашей видеокарты. Если температура превысит доступную, производительность заметно упадет. Следующий показатель – это температура жестких дисков. И тут все зависит от того, какой диск установлен. Если установлен механический тип HDD, то температура не должна превышать 45 градусов. В случае, когда наблюдается перегрев, ухудши заранее позаводятся, а резервным копированием дан. Если же установлены твердотельные накопители, температуры могут быть выше. Для обычных SSD приемлем диапазон от 25 до 45 градусов. Для высокоскоростных – не более 80 градусов. Следует отметить, что высокая температура может серьезно повлиять на скорость работы компьютера. Поэтому докупить радиатор охлаждения для своего SSD точно лишним не будет. Некорректная работа жестких дисков может быть связана не только с повышенной температурой, но и с наличием на ней поврежденных секторов. Это как раз и является второй, самораспространенной причиной снижения скорости работы компьютера. Для того, чтобы протестировать жесткие диски, я буду использовать программу Victoria. Ссылку на официальный сайт оставлю описами. Запуская программу, перехожу в пункт меню Language для выбора нужного языка, в моем случае русский. В блоке Info в левой области окна можно ознакомиться с паспортом накопителя. Здесь указана модель, версия прошивки, серийный номер и другая информация. С правой стороны есть возможность выбрать накопитель для теста. Выбираю диск и перехожу в блок Smart. На всякий случай жму получить атрибуты Smart, чтобы обновить данные. В первую очередь следует обратить внимание на статус. В моем случае все good, все прекрасно, критических сбоев нет. Если в статусе будет написано bad, то самым правильным решением будет делать резервную копию данных и менять жесткий диск. В атрибутах выше, если в строке остаток зеленые точки, то все прекрасно. Желтые, допустимо, красные, состояние атрибута критическое. К сожалению, даже когда все атрибуты в хорошем состоянии, в процессе тестирования находятся поврежденные сектора. Поэтому, чтобы иметь полное представление о состоянии жесткого диска, рекомендую потратить время и провести полный тест. Для этого перехожу в блок тестирования. В правой части окна находятся инструменты для управления тестированием. В разделе режимы перед началом тестирования необходимо выбрать режим. Игнор. В этом режиме программа выполнит анализ жесткого диска без какого-либо влияния на поврежденные сектора. В режиме «Стереть» программа будет перезаписывать поврежденные участки. Этот режим используется в случае, когда после сканирования программа находит большое количество бетсекторов, которые отмечаются красным цветом. В режиме «Починить» происходит замена поврежденных блоков на резервные. В режиме «Обновить» программа автоматически заменяет битые сектора. Я ставлю режим «Игнор», запуская тестирование. Во время тестирования программа будет окрашивать сектора в цвета в соответствии с их скоростью. Все, что до зеленого сектора, считается без задержек. Зеленые сектора – это оптимальные сектора с небольшой задержкой чтения. Оранжевые сектора – это участки диска с длительным сроком чтения. Чем больше таких участков, тем медленнее работает жесткий диск. И с помощью этой программы их можно восстановить. Красные – это сектора с критическими повреждениями, которые невозможно восстановить. Последний цвет – синий. Это область диска, которую программа не смогла прочитать. Эти сектора также невозможно восстановить, как и красные. По результатам тестирования не должно быть ни красных, ни синих блоков. В случае, если все-таки они есть, рекомендую сделать резервную копию данных и заменить жесткий бит. Если синих и красных секторов нет, но много оранжевых, восстанавливаем поврежденные области путем тестирования в режимах, описанных выше. Начинать рекомендую в режиме «Обновить». Следующая распространенная причина ухудшения работы компьютера – это некорректная работа оперативной памяти. И проверить на ошибки можно двумя способами. Средствами самой системы и достаточно популярной программкой «Мантест». Пишу в поисковой строке «Средства проверки памяти Windows». Перед началом теста следует учесть, что времени это займёт немало, а прерывать процесс очень нежелательно. Выбираю первый пункт «Выполнить перезагрузку и проверку». После перезагрузки запустится тест, который будет проходить в два этапа. На протяжении всего теста будет отображаться состояние. В идеале, если до конца теста неполадки так и не обнаружатся. Но что делать, если ошибки всё-таки найдутся? Вариантов на самом деле немного. В первую очередь необходимо очистить контакты от окиси. Сделать это можно обычным ластиком. Далее протестировать повторно каждую планку по отдельности. И только после этого принимать решение о замене. Ещё одна очень распространённая причина медленной работы компьютера – это чрезмерная захлоплённость самой Windows. И здесь, в отличие от всех предыдущих вариантов, самым простым способом будет переустановить Windows. Когда переустанавливать систему прям совсем никак нельзя, то можно вычтить весь мусор вручную. Как это сделать, вместо отдельного видео, подсказка будет в конце этого ролика. В следующем видео я расскажу о причинах появления чёрного экрана. И покажу, каким образом устранить эту неисправность без обращения в сервисный центр. Благодарю за просмотр. Всем пока.